Все, мы начинаем. Всем добрый день, меня зовут Надежда, маркетолог группы компании Ишсинтез Химпром. Наша компания занимается производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. И в нашей линейке Талмаз Профессионал Клининг представлены средства для общего клининга, средства для очистки ковров, ковровых покрытий и обивки мягкой мебели, также средства для профессиональной стирки. И в этом году мы запустили серию вебинаров, где приглашенные спикеры делятся своим опытом и знаниями по профессиональной уборке. И тема сегодняшнего вебинара – это способы чистки ковров в стационарных цехах. Спикером сегодняшнего вебинара является Александр Евдасьев, эксперт-практик цехопроизводства по стирке ковров. Так, Александр, с нами на связи. Я передаю слово. Добрый день всем. Меня зовут Александр Евдасьев. Я нахожусь в Республике Беларусь, город Гомель. Занимаюсь этим бизнесом уже на протяжении 9 лет. Из них 7 я непосредственно работаю в цеху. Значит, как я пришел к этому бизнесу? Все на самом деле начиналось совсем не так. Я занимался продажей пылесосов сегмента премиум-класса. Но в итоге, после 15-20 демонстраций и с минимальным количеством продаж, я понял, что чистить, если я буду предлагать такую услугу, скажем, населению, ее будут гораздо охотнее приобретать, нежели покупать пылесосы. И это логично, соответственно. Началось все с приобретения пылесоса Кирби-компании. Как раз-таки эту марку пылесосов я и продавал. И начал я оказывать эту услугу на дому у заказчика непосредственно. Но спустя некоторое время, поработав, я понял, что качество я как такового предоставить не могу. И было принято решение изначально забирать изделие. Мы сейчас говорим непосредственно о коврах. Забирать изделие к себе и чистить. Это сейчас все выглядит. Возможно, кто-то видел мое видео и знает, что у меня там цех есть, станок стоит. Но все начиналось абсолютно не так. И это абсолютно нормально. Все начинают с маленького. Смешно начиналось, конечно. Проходило это все мероприятие у меня в мансардном помещении. То есть я забирал изделие и прямо просто на дому у себя это все производил. Далее, значит, время шло, и я понимал, что качество опять не то, которое я хотел видеть. Соответственно, со временем уже приобрелся моющий пылесос. После приобретения моющего пылесоса, конечно, качество стало гораздо лучше. Но и опять же, этого со временем показалось мало. И я уже начал переходить непосредственно на стирку ковров. Тут стоит остановиться и понять, в чем же отличие между работой на выезде и работой в цеху. Какие преимущества там и там. Значит, при работе у заказчика вы сталкиваетесь с рядом проблем. Одна из главных проблем это когда заказчик стоит у вас за спиной и зачастую он рассказывает, как правильно чистить то или иное изделие. Хотя понятия не имеет, как это правильно делать. Вот. В отличие от работы на дому заказчика от работы в цеху, в цеху у вас за спиной никто не стоит. И в цеху у вас есть масса возможностей исправить ту или иную ошибку. То есть, вы в цеху обладаете, во-первых, большим количеством химии. Различных дополнительных приборов, которых на самом деле вы, как правило, на выезд не всегда с собой сможете взять. Вот. Это одно из самых главных преимуществ. Второй момент. Если вы что-то накосячили в цеху, у вас всегда есть возможность это все переделать. у вас есть некий интервал времени, чтобы это все исправить. Вот. После, значит, приобретения моющего пылесоса следующим этапом стало приобретение ротора. И я попробовал впервые стирать. То есть, как это все происходило? Банально происходило все на улице. Настил деревянный был, смачивался ковер, ротором это все стиралось, споласкивалось и вытягивалось экстрактором. Зачастую этот метод очень сильно хорошо подходит для тех людей, кто хочет понять, стоит ли лезть в этот бизнес и заниматься ли этим, стоит или нет. Но и это большое преимущество в понимании того, что вы делаете. При таком варианте у вас есть вариант понять, как правильно происходит процесс чистки, как волокна ложатся, как ковер себя ведет. Это дает очень большое на самом деле преимущество. В отличие от того, что если вы сразу купили оборудование там и сразу же начали работать. Поэтому я хочу заострить внимание, что в этом деле очень важно получение знаний. Очень важно понимать, что вы делаете. Почему? Потому что очень легко попасть и на день. то есть попадется вам вискозный ковер, вы его смочили и высушили. И у вас половина ворса в одну сторону стоит, другая в другую и изделие имеет очень некрасивый вид. По итогу клиент вам предъявляет претензию, соответственно ее надо как-то исправлять. Зачастую это покупка нового ковра. Дальше все после того, как произошло понимание всего этого момента, что я умею стирать, я начинаю расти. В отличие от теперешнего времени у меня не было такой возможности получать где-то информацию. На тот момент информации практически не было и собиралось все крупицами с разных источников. Но в большинстве случаев это метод пробы ошибок. А в нашем бизнесе ошибки очень дорого стоят. Я как-то приводил аналогию, что все ошибки, которые я совершал, если их все сложить воедино и представить это в денежном выражении, то можно было бы открыть еще как минимум два цеха. Вот это цена моих ошибок. Поэтому обучение очень важно и отчасти на первых этапах это дает вам понять, стоит ли вам вообще этим заниматься. Почему я решил развиваться дальше? Все очень просто. Когда я столкнулся с коврами типа шеги, с этими коврами была одна сложность. Их очень сложно высушить. Намочить это не проблема, экстрактором частично собрать. тоже не проблема, но высушить как правило это очень долго и сложно. В результате может возникать фитильковый эффект, то есть на кончиках ниточек образуются такие оранжевые точечки, которые портят весь внешний вид. В результате надо перестирывать, переделывать и приходится как-то изворачиваться, чтобы привести изделие в нормальное состояние. Следующим этапом приобретения еще одной единицы оборудования это центрифуги стало как раз причиной работы с шеги. Потому что центрифуга для отжима ковров позволяет вам полностью избавиться от влаги и остаточная влажность в изделии составляет где-то 5%. 5-7 в зависимости от плотности. Значит, после всех манипуляций вот этих один из самых сложных моментов, который стоит упомянуть, это выведение запаха мочи. Это очень сложный такой процесс и не всегда он является успешным. Поэтому иногда приходится по 2-3 раза простировать изделие, чтобы полноценно качественно вывести. А без центрифуги это сделать очень сложно. Поэтому, друзья, для тех, кто начинает с самого маленького, а это конкретно с экстрактора, с ротора и пробует сам стирать, это самый низкий, скажем так, ценовой порог. И я не рекомендую браться за шеги при таком оборудовании. Значит, по истечении определенного времени у вас растет, соответственно, опыт, вы начинаете понимать, что и как делать. И самое интересное, это начинает приносить вам удовольствие. почему мне этот бизнес нравится? Все очень просто. Изначально в этот бизнес приходят люди первично зарабатывать деньги, но многие не понимают даже, что в этом бизнесе можно зарабатывать очень хорошие деньги. Вот. Основной причиной, почему я остаюсь в этом бизнесе, является не деньги, а эмоции, которые я получаю от своих клиентов. Ведь согласитесь, классно, когда вы делаете что-то, у вас получается, и вас за это благодарят, и особенно это происходит на таком эмоциональном подрыве, что кажется, после такого клиента хочется бежать и всем подряд чистить ковры. Значит, и постепенно, постепенно, когда у вас будет это все развиваться, вы придете рано или поздно к цеху. Это совсем новый уровень, и соответственно отношение клиентов к вам, в отличие от выездной химчистки, будет совсем другое. То есть вас уже клиенты воспринимают совсем по-другому. С чего же начать и сколько денег для этого нужно? Как раз мы постепенно подбираемся к этому моменту, к моменту способов чистки в цеху, и я соответственно буду вам рассказывать сколько чего стоит. Сейчас одну секундочку я открою слайдик. демонстрацию мне не разрешают. Не включается Александр? Да, демонстрацию можно включить. Так. попробуйте сейчас. Угу. Есть такое, да. Деньги. Значит, какие же варианты способов чистки ковров и ковровых покрытий в цеху? Я уже говорил, что их вообще три этапа, но я их, как правило, разделяю на четыре этапа. Бюджетный самый простой вариант и возможность входа в этот бизнес приблизительно в ценовом диапазоне будет порядка пяти тысяч долларов. Я с запасом беру, это уже с учетом аренды, это с учетом рекламы, с учетом закупки всякой химии и тому подобное. Кто-то может возразить и сказать, что можно дешевле. Да, можно дешевле, но все равно вам эти деньги придется выложить просто не единоразово, а постепенно. Вы все равно к этому будете приходить. Просто не имея хотя бы минимального количества средств вы сразу нормально стартануть не сможете. То есть сразу не сможете отбивать вложенные деньги. А у нас это очень важно. На самом деле особенно на старте. Почему? Потому что первые моменты вы начинаете, когда учиться, как правило, вы стираете и чистите всем своим родным, знакомым и всем остальным. это хорошо. Почему? Потому что ваши знакомые не обманут вас. Они скажут вам правду, хорошо ли вы сделали или плохо. То есть здесь при необходимости вы что-то сможете переделать. Вот. И я разделил, скажем так, это все на четыре этапа. Это чистка в цеху при наличии экстрактора и ротора. Непосредственно стирка при помощи ротора и экстрактора. Третий процесс это уже полуавтоматический с использованием аппаратов высокого давления, центрифуги. И четвертое это полноценный процесс стирки. Ну и поехали. Значит чистка в цеху с минимальным количеством оборудования. Как это все происходит? Ковры в цех как правило к нам попадают грязные. Не всегда клиент пылесосит. Поэтому на первых этапах чтобы упростить себе работу можно клиента попросить чтобы они могли хотя бы пропылесосить. Я так делал и это нормально ничего страшного тут как бы нету. Потому что допустим в отличие от того какие ковры сейчас мне сдают там и мышки от компьютера внутри лежат и штативы для валиков длинные чего только нету. Если вы будете просить клиента убрать песок пыль пропылесосить банально это вам облегчит работу уже и когда вы забираете изделия в цех обязательно нужно удалять пыль потому что это я бы так сказал 80% успеха. если вы пыль не уберете не пропылесосите самостоятельно даже вне зависимости клиента если пылесосил то смочив ковер экстракторным даже банально способом вы просто ту грязь которая внутри осталась вы начнете начнете развозить соответственно при таком варианте у вас будет увеличиться потребление химии и соответственно будет переуложняться изделие что повлияет на дальнейшую скорость сушки и конечный результат соответственно при первом и втором способе следует учитывать такой момент нельзя допускать чтобы сковра капало когда вы его сушите вот почему потому что это как я ранее говорил с примером шеги образуется фитильковый эффект если это же шерстяные и синтетические ковры то как правило это образуются на низах желтые разводы которые придают очень некрасивый вид изделия можно ли это исправить да конечно можно спасает либо перестир либо споласкивание данного данных участков кислотным ополаскивателем это частично помогает значит какие же способы удаления пыли есть ручной способ как вы видите на картинке это банально выбивалка мы выносим вытрушиваем его ну и соответственно заносим в цех второй момент после внесения в цех вам обязательно нужно изделие пропылесосить на первых этапах у нас денег нету поэтому допустимо использовать даже банально бытовой пылесос как правило при получении заказов если у вас они начинают идти хорошо вы очень быстро начинаете накапливать какую-то финансовую такую базу которую сможете инвестировать в дальнейшее свое развитие вот вообще идеально использовать щеточный пылесос почему потому что он наиболее качественно удаляет остатки отмершего ворса частички пыли песка по сути и еще он его распушивает и расчесывает дальше второй момент это нанесение самого состава он может наноситься методом при спрей с помощью обыкновенного распылителя не обязательно брать именно такой как на картинке можно использовать любой я на первом этапе использовал обыкновенный вообще простой садовый распылитель имеет место быть самое главное как говорится эффект неважно какими путями вы будете достигать этого главное результат почему потому что на дому клиента если вы это будете делать там имеет значение с каким оборудованием вы туда приходите потому что клиент вас оценивает как говорится встречают по одежке а провожают уже по конечному результату вот в цеху у вас эта необходимость отпадает потому что клиент отдает грязный ковер и получает уже назад чистый значит второй метод при спреи можно наносить через форсунку экстрактора но я не рекомендую так делать почему потому что идет износ помпы изделия самого экстрактора то есть вам для того чтобы разбрызгать химию надо нажать на клавишу экстрактора насадки и уже через нее как ниже показано начинает подаваться раствор которым вы наносите на изделие и конечно же вам нужно после всего этого придать механику то есть по сути потереть механику можно придавать разными способами это можно механически именно через оборудование либо ручным способом щетками неважно то есть потереть обязательно нужно чтобы грязь отделилась от волокон при использовании значит ротора в случае если это машинный способ скажем так у вас в цеху вы купили ротор то этот метод называется метод шампунирования и тогда метод преспрей не используется почему потому что в роторах есть такая функция ее называют еще функция с авд то есть это дополнительный бак в который размещается наливается химия и непосредственно уже подается на саму щетку и размыливается на ковре чем хорош этот метод что вы сразу точечно добавляете химию и сразу же придаете механику соответственно процесс отстирывания происходит наиболее качественно вот как я уже говорил механика может быть ручным способом придаваться и с помощью ротора ну и соответственно вам эту всю химию с грязью потом нужно убрать значит что нужно знать при работе без центрифуги ваша основная задача в том чтобы убрать максимальное количество влаги точнее не оставить максимальное количество влаги ковер должен быть по минимуму увлажнен если же это происходит то желательно этот момент на этот момент обратить внимание и не лениться насадкой экстрактора в простонародье моющий пылесос пройти несколько раз споласкивание обычно происходит с подачей кислотного ополаскивателя нужно понимать для чего это делается мы добавляем кислотный ополаскиватель не потому что нам так хочется а все очень просто на коврах играют детки маленькие ходят люди босиком многие лежат на коврах соответственно если у вас на ковре останется химия а химия как правило используются это щелочные составы они могут негативно сказаться на здоровье человека то есть образоваться какие-то покраснения на коже если это дети играют с игрушками они же скажем так тут они поигрались а потом эти пальцы в рот и тому подобное вот чтобы этого не было нужно эту химию щелочь нейтрализовать для этого используется кислотный ополаскиватель процесс споласкивания происходит как указано на картинке ниже то есть перед насадкой подается струя раствора с кислотным ополаскивателем и уже непосредственно насадкой собирается если в доме есть маленькие детки то я бы рекомендовал еще после кислотного ополаскивателя пройтись обыкновенной водой то есть собрать остатки даже кислотного ополаскивателя минимизировать остатки химии в изделии далее вот мы ковры скажем так почистили и нам надо их высушить зачастую не всегда у людей есть возможность аренды больших помещений и как правило на старте их практически не у всех есть и если есть возможность снять то это ну метров 20 квадратных это максимум на что бюджет как правило позволяет для этого делается вот как вы видите самый простой вариант вешалки у меня еще проще было там на деревянных брусах значит после того как вы установили вешалку повесили туда коврики вам их нужно высушить вот что нужно понимать значит при сушке ковра самое сложное на самом деле в чистке это высушить изделие причем высушить его правильно почему если вы скажем так где-то что-то не полностью сполоснули в ковре и осталась там остаточная влажность чуть-чуть где-то химии пропустили потому что при таком способе это абсолютно как бы не норма но такое возможно вот и ковры как правило без дополнительных источников тепла сохнут довольно довольно долго это приблизительно где-то до 16 до 18 часов все зависит конечно же от температуры как в помещении так и на улице поэтому для того чтобы коврики нормально сохли обязательно должна присутствовать циркуляция воздуха внутри помещения поэтому я прикрепил фотографию вентилятора но это довольно дорогая модель вентилятора и на старте у вас не будет возможности ее использовать я использовал обыкновенные офисные вентиляторы которые просто вращаются вот это очень хороший способ то есть как это вообще все происходит вы почистили ковры у вас скажем вот как на фотографии там 5-6 ковров вы их почистили после каждой чистки коврик сворачиваете откладываете и уже после того как вы все закончили вы убираете помещение максимально убираете влагу то есть где-то при необходимости даже пол вытереть далее изделие развешивается на сушилку и включаются вентиляторы соответственно нужно понимать что наиболее эффективно ковры сохнут при температуре воздуха в помещении 28-38 градусов идеально 35-38 градусов но по факту в помещении обычно с помощью каких-то дополнительных источников тепла получается добиться результата где-то 25-27 градусов при такой температуре такое количество ковров я думаю где-то порядка за сутки высохнет это при условии если мы его не стирали а чистили только сверху частично этот способ очень хорош и имеет место быть особенно на старте и он дает вам основную базу и понимание как правильно дальше развиваться но при наличии средств даже понимая и зная уже вот эту информацию что я дал уже можно понимать как вам стоит двигаться дальше и мы переходим ко второму варианту это стирка при помощи ротора и экстрактора значит данный процесс усложняется чем что для проведения таких манипуляций нужно специализированно подготовить помещение то есть оно должно быть оборудовано стоками воды это очень важно потому что при стирке ковров используется большое количество воды вот первым этапом безусловно так и остается это удаление пыли он может быть как ручным так и механическим есть напольные выбивальные машины но как правило мы обычно находим такое помещение и делаем все по минимуму чтобы удешевить изначально чтобы это максимально дешево все было поэтому как правило в одном помещении это все и стирается и выбивается и сушится поэтому следует понимать на первом этапе выбиваете сначала все коврики и постепенно начинает происходить стирка как это все происходит сначала после выбивания ковер раскладывается и полностью смачивается для чего для того чтобы уже процесс отслоения грязи даже с водой он происходит незначительно но он уже начинает этот процесс идти где-то грязь размягчается где-то какие-то сухие частички наверх всплывают вот далее следующим этапом будет вытеснение влаги из ковра скребком для чего это нужно то есть мы сгоняем его еще в простонародье сгоном называют сгоняем эту грязную воду с изделия чтобы максимально освободить место под шампунь при таком варианте вы часть грязи уже с ковра сгоняете у вас остается определенное пространство для внесения шампуня что позволяет вам уже начать процесс стирки процесс стирки происходит при помощи ротора значит после внесения шампуня ротором изначально происходит распределение шампуня по всей поверхности ковра но только уже после того как мы прошли один раз ковер стирка начинается мы начинаем круговыми движениями постепенно проходя простировать полностью все изделие для чего то есть для чего вообще делается распределение шампуня чтобы шампунь проник вплоть до изнанки часть влаги у нас в ковре после сгона осталась и шампунь частично разбавляется вот этими остатками воды соответственно распределив шампунь по ковру часть шампуня уже начала взаимодействовать с грязью которая прилипла к волокнам при стирке мы создаем обильную пену которая скажем так для примера вам привести она является динамитом для грязи то есть пена обволакивает ворсинку получается пузырьками и эти пузырьки начинают лопаться соответственно отслаивая эту грязь вот после такого этапа у вас идет процесс полоскания на этом этапе вы видите все ли у вас отстиралось где вы что пропустили и при необходимости процесс можно повторить то есть если где-то есть пятно безусловно мы выводим пятно и потом уже дополнительно все это дело споласкиваем споласкивается это большим количеством воды до момента пока вода не станет прозрачной значит в этом в таком случае есть возможность что даже когда вы будете полоскать интенсивно этот ковер может быть вода с небольшой желтизной это абсолютно нормальное явление потому что такое происходит как правило на шерстяных коврах либо на коврах где содержится хлопок потому что хлопок лен еще эти материалы выделяют танины они дают такой желтый окрас вот поэтому если вы увидите на споласкивании желтую такую водичку это сигнал вам о том что ковер максимально нужно вытянуть влагу я обычно это делаю с двух сторон то есть изначально прополаскивается ковер и экстрактором собирается уже влага без подачи какого-то раствора вы уже сполоснули зачем вам что-то туда еще добавлять вот конечно можно добавить кислотный ополаскиватель на споласкивании пролить скажем так как это происходит вы сгоном согнали всю воду оттуда через лейку разбавляете кислотный ополаскиватель наносите на ковер если какая-то химия и осталась кислотный ополаскиватель это нейтрализует и создаст барьер такое препятствие для выхода тонина вот после этого вы скребком сгоняете остатки этого состава с ковра и уже происходит сбор непосредственно влаги экстрактором лучше я как уже говорил делать это с двух сторон после того в отличие от первого метода мы скручивали ковры складывали а потом их вешали в этом методе мы сразу на вешалку должны повесить для чего для того чтобы когда ковер висит получается влага от центра будет под силой тяжести стремиться к краю ковра и когда вы будете доделывать второй ковер вероятнее всего я скажу даже с вероятностью 95% что с ковра будет начинать уже капать с первого поэтому берем экстрактор и собираем с нижнего края остатки влаги вешаем второй ковер приступаем к стирке третьего ковра третий повесили подошли обратно к первому проверили низ влажный он или нет если влажный собрали собрали влагу со второго и так далее то есть должен пройти интервал времени где-то 15 минут прежде чем с ковра начнет капать это я сталкивался сам лично с такой ошибкой это у меня было я повесил ковер и ушел пришел на следующий день посмотрел получается под ковром большая лужа большие разводы в итоге перестир но тут еще очень важно понимать какой техникой вы работаете если это скажем модели пылесосов керхер то там сила всасывания гораздо слабее и процесс такой будет происходить гораздо сложнее если же так скажем там сабрина либо какой-то американский пылесос там сила всасывания в разы мощнее и как правило после сбора влаги с лицевой стороны и с изнаночной сковра практически не капает один раз возможно собирать придется и все то есть это процесс ускоряет очень сильно причем вот удаление при помощи влаги то что я вам говорил соответственно после того как у вас изделие уже вывешено оно высохло вам нужно проконтролировать то есть как правило есть такой момент когда ковер влажный не все всегда видно поэтому обязательно после того как вы произвели стирку сушку вам нужно раскатать этот ковер и причем раскатать его в помещении где у вас будут разные источники света это очень важно насчет источников света потому что как правило в цехах либо в помещениях где мы производим чистку стоят светильники дневного света такой синеватый цвет и соответственно если у вас светлый ковер у вас вам будет казаться что он чистый светлый но если же вы этот ковер принесете клиенту а у него стоят как правило лампы накаливания это теплый свет то могут проявиться пятна которые вы в цеху даже и не видели получается так вы приходите и сами удивляетесь от того что вроде бы в цеху сворачивал чистый ковер тут пока довез клиенту уже проявились пятна вот чтобы этого не происходило поэтому нужно разные источники света это позволит вам проконтролировать наиболее качественно этот процесс вот и конечно же на финише вам обязательно нужно расчесать этот ковер убрать остатки волос если такие имеются и убрать остатки пыли которые могли возникнуть в процессе сушки потому что даже какое бы чистое помещение не было пыль летает по помещению и садится на чистые изделия потому что финишная обработка очень важна вот значит мы сейчас переходим постепенно к варианту выбивания пыли это уже с использованием будет это будет цех с использованием центрифуги такой полуавтоматический способ вот вам представлена вбивалка ручного типа тут процесс происходит путем выхлопывания кожаными лепестками по изнанке ковра лицевой стороной ковер укладывается на решетку после чего машина это выхлопывает по изнанке соответственно пыль осыпается в пространство между сеткой между ковром и полом вот это полностью автоматический способ удаления пыли это уже когда полноценный цех у вас будет соответственно без такой машины очень сложно делать большие объемы это нужно как бы учитывать этот момент значит при способе втором когда мы говорили про сушку экстрактором я еще забыл упомянуть про упаковочные материалы они тоже очень важны и это в первую очередь говорит о вас как о фирме то есть даже если это будет немножко дороже то все же лучше это использовать потому что у меня был случай я без упаковочного материала тоже начинал работать и когда я изделие непосредственно вез клиенту получается при входе в подъезд сверху есть дверные дожимы они как правило все в солидоле и когда заносит заносил я ковер я вымазал белый ковер вот этой мазутой и каково было мое удивление когда я принес развернул ковер а там с одной стороны мазутная черная писяга было очень неудобно вот поэтому это вам понимание того что косячат все и все ошибаются и это нормально вот поэтому упаковочный материал очень важен следующим этапом будет приобретение центрифуги вот этот самый интересный момент когда вы переходите с моющего пылесоса на центрифугу вы просто я бы так сказал получаете такой творческий оргазм почему потому что если при экстракторном способе чистки и стирки когда вы вытягиваете экстрактором у вас на одно изделие уходит порядка двух с половиной трех часов то при использовании центрифуги у вас полностью весь процесс стирки будет занимать ну скажем так минут пятнадцать двадцать это максимум и просто вы поймете когда вы два часа на карачках ползаете с этим пылесосом это один момент и когда вы у вас этот процесс занимает всего лишь три-четыре минуты это совсем другое и после отжима вам не нужно ничего там собирать экстракторами или что-то просто повесили проконтролировали остались ли пятна или нет и уже непосредственно оставляем ковер на сушку значит стирка ротором происходит аналогично как и в первом и во втором варианте вот этот вариант непосредственно с центрифугой весь процесс на слайде хорошо рассмотрен единственное на чем я хочу заострить внимание это на полоскании оно может происходить как скребками так и аппаратом высокого давления вот тут я заострю внимание именно на аппарате высокого давления для чего он нужен и насколько хорошо он получит или нужно его приобретать или не нужно при построении цеха и организации такого бизнеса да вещь очень хорошая лично мой вариант я работаю аппаратом высокого давления но это не говорит о том что скребком работать хуже и нет по мне это просто более трудозатратно мне так кажется но скребком я тоже пользуюсь скребком наиболее эффективно полощется одновременно и лицевая сторона и изнанка в отличии от АВД но особенность аппарата высокого давления в простонародье как его керхер как на автомойка говорят особенность в том что он как бы прочесывает ворс и когда вы проходите насадкой получается он перед собой гонит волну и с изнанки поднимает мелкий песок остатки грязи которые которые не ушли при стирке ротором АВД добивает то есть он сбивает их с ворса но что нужно но что нужно знать при использовании аппарата высокого давления очень важно чтобы форсунка на этом аппарате была правильно настроена многие говорят вот я куплю себе керхер и буду бомбить керхером нифига я приобретал две модели об этом есть у меня на ютуб канале можете посмотреть как какого мнения я о мойках керхера то есть они хорошие но они хорошие для мойки машин террас и прочего но не для ковров да сдалека если вы будете использовать его да сполоснуть можно но вы только сполоснете с поверхности слегка в глубине все что было то останется поэтому при выборе аппарата высокого давления важно правильно настроить форсунку потому что если вы его настроите неправильно либо у вас неправильная форсунка и высокое давление вот этих два фактора будут влиять на замятие ворса то есть он у вас будет не сбивать остатки грязи с волокна а непосредственно будет подминать волокна и ковер будет иметь очень некрасивый вид и после высыхания данный дефект устранить очень очень сложно вот это следует учитывать ну конечно же этап после полоскания опять же можно кислотником сверху пролить я использую кондиционер ополаскиватель в принципе действия практически эффект точнее практически схожий но по действию немножко разное почему потому что кислотник нейтрализует а кондиционер ополаскиватель он на основе содержит жидкие силиконы и препятствует задерживанию чистящих средств на волокне вот следующим этапом у нас идет полноценный процесс стирки это подходит такой вариант людям которые готовы инвестировать сразу большие деньги но очень важно правильно при таком способе сделать этот бизнес правильно выбрать помещение правильно проработать логистику здесь очень большой этап работы и я бы рекомендовал что человек который хочет заняться именно сразу вложить деньги чтобы его вел какой-то знающий специалист который хотя бы понимает как проходят процессы в цехах но друзья если вы думаете что к этому сложно прийти начиная с моющего пылесоса я вот вам наглядный пример у меня единственное чего еще осталось приобрести это финишный станок так у меня практически все что вы видите на фотографии это все есть вот значит полноценный процесс стирки начинается с полностью автоматической линии для выбивания пыли станок он может быть как лепестками представлен так и трубами многие задаются вопросом что лучше тут выбирает уже каждый сам для себя у меня конкретно у меня сконструирована лично мной выбивальная машина под моей критерии которая меня полностью устраивает сколько можно обработать на таком станке ну приблизительно до тысячи квадратных метров за смену вполне реально выбить опять же тут все зависит от того насколько сильные загрязнения на ковре сколько пыли много вот иногда просто ковер нужно один раз достаточно одного прохода через станок но иногда нужно два раза пропустить после значит выбивания пыли ковер попадает в автоматическую линию для стирки ковров как правило такие линии комплектуются ваннами то есть перед станком стоит ванна для замачивания в эту ванну для замачивания обычно добавляют раствор химии и процесс отслоения грязи от волокон уже начинается в самой ванне после этого ковер операторами подается на конверную линию где процесс стирки проходит при помощи щеток опять же станки могут быть разные они могут быть с разным количеством щеток и тут же у многих возникают вопросы какой станок лучше уважаемые коллеги друзья я вам скажу одно что автоматические линии как правило плохо стирать не могут они стирают просто либо медленно либо быстро нюансами уже являются дополнительные функции то есть это есть ли система полоскания или нету есть ли валковые щетки нету есть ли щетки для вычесывания изнанки либо нету и так далее но эти все моменты вы можете узнать у производителя непосредственно после стирки на станке ковер уже с обратной стороны станка выходит свернутый в рулон что облегчает вам все манипуляции которые мы проходили на первых двух этапах при стирке то есть мы постоянно для того чтобы нам положить ковер в центрифугу после стирки вам нужно согнуться скрутить его в рулон оторвать его от пола что является очень травмоопасным особенно на первых этапах когда человек только приобретает центрифугу потому что даже я как бы при моем телосложении скажем я такой сбитый человек скажем так физически подготовленный к этим вопросам ко всем и все равно бывают такие моменты что когда вы от пола если неправильно оторвать ковер от пола поднять то можно сорвать спину очень легко вот на станке все гораздо проще на станке он выходит в рулоне вы аккуратненько его толкаете на тележку на тележке покатили и уже непосредственно загрузили в центрифугу после центрифуги ковры помещаются в сушильную камеру в отличие от первых вариантов где ковры у нас сохли при помощи вентиляторов и каких-то дополнительных приборов нагрева в сушильной камере профессиональных цехов обычно стоят осушители воздуха но некоторые используют конечно переделывают вместо для удешевления процесса устанавливают кондиционеры вот но в этом случае просто два блока устанавливаются внутри сушильной камеры сушильные камеры как правило оборудуются различными по мощности осушителями воздуха в чем особенность сушки с осушителями воздуха в том что данный прибор сам контролирует определенную влажность соответственно и процесс сушки достигает 10-12 часов это вообще идеальный вариант считается для сушки ковра почему нельзя давать в сушильной камере и ее сильно нагревать большую температуру почему нельзя давать потому что при резком подъеме температуры волокна начинают стягиваться соответственно ковер начинает давать усадку и деформироваться нормальная усадка изделия шерстяного это 5 сантиметров растяжение и усадка вот после всего этого момента в сушильной камере ковры дальше поступают на финишный стол вот как показано на предпоследней фотографии слева снизу там происходит процесс этот процесс еще называют процесс ворсования стоит специальная щетка когда ковер идет по конвейеру он поднимает ворс частично удаляя песок который в любом случае может остаться это в любом случае может остаться какая бы классная не была выбивалка какая бы классный не был станок но не представляет возможным сразу убрать весь песок оттуда значит происходит процесс ворсования укладывается определенным образом ворс он вздыбливается распушивается и соответственно частички мелкие пыли которые могли образоваться в процессе сушки либо песок который мог не полностью вымыться он удаляется вакуумным способом при вращении щетки когда ковер проходит через финишный стол и непосредственно уже финишный этап он обратно же ковер выходит свернутый в рулоне оператору данного оборудования остается только упаковать данное изделие в пакет и отнести на склад но при таком варианте четвертом у нас еще один момент о котором мы не говорим это логистика тут следует понять что чем четче у вас будет проработаны маршруты и логистика тем эффективнее будет работать у вас цех почему потому что ковры берутся от заказчиков если вы неправильно распланируете маршрут у вас будет просто перерасход топлива и лишние финансовые потери поэтому я бы рекомендовал над этим вопросом заострить внимание соответственно сколько же можно зарабатывать на том или ином способе значит при самом простом варианте налегке можно заработать смотрите я в долларах не считал но так приблизительно скажу что при простом экстракторном способе полторы две тысячи можно зарабатывать долларов вполне реально при втором варианте цена услуги когда вы стираете ковер соответственно выше соответственно и качество выше при таком где-то от полторы до двух тысяч при использовании центрифуги это где-то три три с половиной и цех цех может где-то до пяти тысяч долларов в месяц в среднем если это небольшой город скажем с небольшой интенсивностью вполне возможно это все делать многие спрашивают а сколько как бы правильно сказать так сколько цехов могут совместно существовать в одном городе я вам я вам скажу так вот если брать город с населением в миллион человек вполне спокойно могут конкурировать 10 полноценных цехов то есть в среднем один цех может обслужить до 100 тысяч человек это полноценный цех с автоматической линией со всеми со всеми моментами многие мне задают тоже вопрос можно ли начать бизнес если я там живу в каком-то поселке там городского типа там у нас население 20 тысяч уважаемые друзья я вам скажу у меня есть наглядный пример у меня коллега из города Благовещенска он у меня консультировался начинал с мойки автомобилей и в итоге перешел в цеховое производство вот он просто сел и посчитал и понял что машины мыть это хорошо но выгоднее стирать ковры и тем не менее с населением 20 тысяч человек ему хватает заработка соответственно у него работают работники и он ушел уже с основной работы и основной вид деятельности это непосредственно стирка ковров вот это тот момент что я хотел вам скажем донести до вас и раскрыть все вот это все завесы цехового производства возможно у вас появились какие-то вопросы я сейчас вам постараюсь ответить вот сейчас по комментариям пробегусь по-быстрому так факел да насчет факела форсунки распылителя при спаластвовании да угол должен быть 90 градусов и ширина факела должна быть максимально узкой так значит у керхера 615 20-30 градусов нет значит при 20 градусах форсунка заминает ворс я пробовал и как бы для того чтобы более-менее нормально очистить вам нужно отнести максимально далеко пистолет от поверхности ковра потому что если вы приблизитесь сантиметров на 10-15 у вас вот такие вот замятия то есть если мои пальцы это ворс оно будет вот так вот его загинать и он очень некрасиво будет выглядеть и еще есть многие такие вещи когда используют на таком оборудовании фрезу такая веерная так не веерная а фреза непосредственно круговыми движениями она очень хорошо вычищает грязь безусловно но она убивает ковер напрочь вообще просто оно его режет просто нужно понимать как там происходит процесс там идет тонкая струя под высоким давлением и шарик раскручивает эту струю по кругу вот и за счет этого происходит эффект типа торнадо и оно выбивает грязь да безусловно чистит оно хорошо но портит ковер Александр спасибо большое я хочу взять слово немножко расскажу про нашу продукцию а потом продолжим отвечать на вопросы хорошо я вкратце расскажу про наши средства и напоминаю то что в нашей линейке это алмаз professional cleaning представлены средства для очистки ковров на прошлом семинаре я уже рассказывала о том что у нас есть средство моющее пенное Corus Foam которое предназначено для очистки синтетических и натуральных ковров фабричной работы и предназначено для использования роторной машины и автоматической поточной машины эффективно справляется с широким спектром загрязнений легко выполаскивается не оставляет ощущение липкости предотвращает поселение текстильных покрытий за счет содержания поликарбоксилатов данный шампунь рекомендуется использовать в концентрации 20 миллилитров средства на 1 литр воды расход получается 2-3 литра готового раствора хватает на 6 квадратных метров а следующий продукт это кислотный ополаскиватель невада ринза который предназначен для нейтрализации остатков щелочных моющих средств для удаления известковых отложений и также можно использовать для удаления солей мочи улучшает удаление паф при промывке и стабилизирует крыситель изделия рекомендуемая концентрация от 5 до 50 миллилитров средства на 1 литр воды но тут нужно учитывать способ применения то есть если мы используем при предварительной обработке для удаления солей мочи и известкового налета то используется от 20 до 50 миллилитров и обязательно нужно использовать точечно как пятновыводитель а если мы используем для то есть после основной чистки для промывки то достаточно 5 миллилитров средства важно учитывать то что кислотный ополаскиватель нежелательно использовать для шелка вискозы изделий ручной работы и других деликатных изделий также хочу отметить о том что в нашей линейке для стирки ковров есть еще пятновыводители которые мы тоже познакомились с ними на прошлом семинаре это универсальный пятновыводитель блес универсал и блес кофе для удаления тонинных пятен также у нас имеется нейтрализатор запахов о котором мы расскажем в следующем вебинаре если вас заинтересовали наши средства вы можете звонить нам на горячую линию либо писать на почту все контакты указаны на официальном сайте pkishintus.ru на этом я завершаю и будем отвечать на вопросы так значит цена стирки ковра в полноценном цехе значит тут следует сказать такую вещь когда вы берете заказ у клиента зачастую иногда клиент хочет сэкономить и может не полностью заказать полноценный спектр чистки то есть у нас еще в цеху есть дополнительные услуги такие как вычесывание вот финишная обработка в полноценном цеху это как правило уже все включается в стоимость но не всегда даже такой станок может убрать волосы и полностью катышки для этого отдельно применяются специальные расчески чесалки ставится человек который вычесывает все вот эти вот катышки это дополнительные услуги соответственно клиент может отказаться также дополнительными услугами может быть и кондиционеры ополаскиватели есть клиенты разные которые у меня даже были говорят мне не надо выбивать пыль мне просто постирайте его вот на что я сразу скажу так если вам такое предложение будет приходить пожалуйста сразу не стоит брать такие ковры потому что лично у меня золотое правило я либо делаю это качественно либо я не делаю это вообще почему это важно потому что от того насколько качественно вы сделаете зависит ваша репутация напрямую а если вы постираете скажем ковер не выбив его и привезете назад клиенту развернете начнет сыпаться песок то какое впечатление о вас будут тут работает правило 5-50 это когда клиент доволен знает об этом 5 человек если недоволен знает 50 вот поэтому не стоит с этим особенно когда вы начинаете баловаться поэтому сразу делайте хорошо либо если вы видите что вы совершили ошибку постарайтесь максимально быстро исправить но с минимальными затратами для клиента это очень важно потому что вы клиенту уже изначально если вы переделываете принесли некие неудобства то есть клиент недоволен и вам нужно это как-то компенсировать вот как выхожу из этого положения я очень просто я дарю клиенту скидку на следующую услугу то есть у меня у постоянных клиентов есть постоянная скидка клиента но я даю дополнительно еще сверху как некий процент что стимулирует клиента обратно вернуться к вам почему люди возвращаются потому что они видят что вы не сделали просто бросили и там как хотите так и разбирайтесь с этим вопросом а вы вникли в проблему клиента и клиенты это очень ценят они за вас будут очень сильно держаться и рекомендовать вас будут значит повернусь сейчас я быстренько посчитаю у меня просто у нас белорусские рубли иностранная валюта наша сейчас я вам скажу сколько стоит в среднем значит цена одного квадратного метра у меня самый дешевый это 200 рублей россии то есть дешевле я не вижу смысла ставить ценник но выше вполне возможно вот соответственно при повышении цены вы должны просто понимать один момент вы должны уметь обосновать вашу цену почему она такая если вы сами не уверены в своем качестве не можете внятно и четко ответить почему такая цена высокая то соответственно у вас будет очень мало заказов клиент будет видеть и слышать сомнения в том что вы говорите вот так озонирование в цехе ваше мнение да озонирование в цехе очень хорошая вещь особенно на процессе сушки но тут нужно понимать что озонирование проводится в сушильной камере после полного высыхания изделий не тогда когда изделие сырое а когда оно высохло полностью тогда да оно частично удаляет остатки плесени грибка значит частично мочу убивает но убивает только при том случае если вы сумели разрушить соли мочи если кристаллы вот эти солей мочи не разрушены то ковер даже может быть и не пахнуть но при попадании изделия в более влажное помещение эти кристаллы солей мочи начинают разрушаться и выделять эти феромоны соответственно этот запах начинает проявляться поэтому как бы озонация помогает но частично для чего она нужна озонация в цеху для того чтобы максимально дезинфицировать в отличие от ультрафиолетовых ламп ультрафиолетовые лампы они воздействуют только на те участки куда попадает куда попадают лучи ультрафиолета от лампы озонатор он вырабатывает газ О3 получается который проникает в структуру волокон и он дезинфицирует полностью все изделие насквозь это очень хорошо особенно в теперешний момент когда идут вот эти все пандемии это услуга особенно детским садиком и всем клиентам идет бесплатно у меня озонация она постоянно работает то есть когда в процессе сушки мы на финише уже озонируем по 15-20 минут вот все зависит конечно же опять же еще от озонатора и от объема помещения от этого зависит непосредственно время так хорошо так где взять подробное описание состава в принципе информация есть на нашем сайте pksyntes.ru также вы можете запросить по почте мы вышли в инструкцию на интересующуюся вам продукцию так по поводу воды тут задают вопрос считали вы значит по поводу воды значит считал я сколько уходит все зависит от типа ковра то есть если ковер скажем будем так брестские витебские ковры шерстяные советских времен на такой ковер уходит приблизительно 30-40 литров на смачивание и на споласкивание порядка 70 литров тут не стоит жалеть воды на споласкивание лучше хорошо прополоскать немножко потерять на стоимости воды хотя вот мои расходы цеха при стирке за воду выходит где-то я сейчас вам скажу сколько у меня конвертер валют включен в российских рублях у меня выходит за месяц 566 рублей России это мои коммунальные именно по воде вот поэтому на воде тут особо не стоит волноваться да я много теряю на откачке воды потому что у меня не централизированная канализация не центральная то есть у меня выгребные ямы я заказываю осенизаторские машины это очень накладно вот значит повторно воду грязную я не использую и не вижу в этом смысла это не автомойка 24 часа где вода это по кругу фильтруется и большое количество машин проходит но я и не вижу смысла гораздо дешевле просто налить новой воды чем приобретать специальные очистные какие-то сооружения которые будут вам фильтровать эту воду вот может еще какие вопросы да тут просят поделиться опытом город с населением 50 тысяч человек предоставляет услуги выездной чистки мебели и ковров процент распределения заказа 85 чистка мебели 15 ковров есть желание открыть цех но окупаемость 3 года как привлечь клиентов и увеличить спрос хороший вопрос правильный люблю такие вопросы на самом деле значит смотрите я начинал изначально с выездной химчистки и принцип был точно такой же как вы описали в вопросе как прийти к этому всего лишь реклама реклама постарайтесь правильно прорекламировать себя и заснять весь процесс этот и как-то разместить в соцсетях очень важно на самом деле я вам так скажу с населением в 50 тысяч человек если у вас 15 процентов от 85 то о вас знают процентов 5 людей всего населения которое там живет то есть это те 5 процентов постоянных клиентов которые чистятся которым уже все устраивает которые уже устали рассказывать насколько вы классный вот но они просто пользуются вашими услугами и так далее даже у меня город в котором я работаю население 500 тысяч человек я работаю тут 9 лет и даже по сей день встречается когда клиент мне звонит говорит вы стираете ковры я постирал привез она говорит блин я даже не знала что такая услуга есть вот то есть люди большинство даже не знают поэтому очень хорошо я вам рекомендую всем использовать такой вид рекламы как расклейка на подъездах вы должны быть на слуху то есть если вы начали о себе кричать вы не должны останавливаться реклама на подъездах самый дешевый доступный вариант особенно на первых этапах если у вас нету возможности инвестировать больших средств рекламу то есть можно банально распечатать на принтере какие-то объявления и просто вечером на прогулочку вытись и проклеиться если у вас же работают работники то дайте задание работникам на каждый заказ когда они приезжают пускай двор отклеят в который они приезжают это не займет у них очень сильно много времени но может привлечь вам количество определенных заказов значит срок окупаемости насчет трех лет это очень большое заблуждение если мы говорим о трех годах то я так предполагаю скорее всего речь идет о полноценном цехе с приобретением оборудования станка центрифуги и дополнительных каких-то машин тогда да возможно вообще мой просчет я когда-то делал просчет на полноценный цех с инвестициями в 100 тысяч долларов самый плохой расклад окупаемость 7 лет составляет самый быстрый и хороший если все хорошо и правильно сделано до трех лет вот так что в вашем случае я так предполагаю у вас будет банально ротор центрифуга и сушильная камера такой момент можно окупить не за 3 а за год при нормализации нормального потока заказов вот нужно как-то клиентов просто привлекать мотивировать на то чтобы они о вас рассказывали например я когда клею объявление на подъезде я пишу сфотографируй объявление и получи 5% скидку человек фотографирует но и зачастую хоть я это не указываю клиенты между собой посредством там телеграм-каналов соцсетей передают эти фотографии даже если человек не видел это объявление мне показывают я просто прекрасно понимаю где я клеюсь и как и каждый раз разные объявления и мне показывают объявления что вот у меня есть 5% скидка дороги бога это на это же и расчет был вот поэтому можно мотивировать различными дисконтными картами вот то есть если по вашей рекомендации придет 5 человек следующую стирку вы получите бесплатно отличная мотивация поверьте будут рассказывать все вот а как же соцсети контекстная реклама соцсети это однозначно их нельзя упускать особенно очень популярно сейчас хорошо работает инстаграм-канал и очень большое заблуждение от тех людей которые думают что женщины в 50 лет не сидят в инстаграмах они глубоко ошибаются у меня есть клиентка бабушка 73 года она меня нашла в инстаграме вот так что тут надо использовать бить по всем источникам но есть вероятность просадки то есть если вы сразу дадите много рекламы во всех источниках у вас есть вероятность просто не справиться со всем потоком а это в свою очередь сыграет злую шутку вам поэтому нужно порционировать рекламу анализировать какой источник лучше приносит клиентов какой хуже и соответственно оперировать этими вариантами рекламы я тут тоже сразу уточнюсь по поводу сезонности а сезонность значит этот бизнес имеет свойства взлетов и падений в основном все летние месяцы это начиная с мая почти иногда бывает до декабря это нормально все идет но как правило сезонность в этом бизнесе она присутствует и причем она присутствует как на выездной химчистке вне зависимости это связано с коврами либо с мебелью от этого зависит непосредственно количество заказов то есть если это как правило из моего личного опыта январь месяц еще идут заказы дальше февраль март апрель идет очень большой спад прямо где-то за дней 5-10 до начала Пасхи начинают расти заказы соответственно потом идет обратно небольшой спад дальше летние все месяцы идет все стабильно перед первым сентября ажиотаж опять возникает октябрь ноябрь спад и в декабре просто завал сумасшедший просто поэтому я рекомендую тех кто работает в этих сферах услуг декабрь декабрьскую выручку не стремитесь сразу потратить лучше ее отложить на предстоящие впереди месяцы почему потому что был у меня один такой момент когда я получается сидел без заказов 4 месяца был такой момент и от этого никуда не деться такое было и я хотел закрываться вообще я хотел закрываться 7 раз за весь свой период деятельности но зачастую это не было связано с какими-то финансовыми сложностями это было связано с моими неудачами то есть иногда клиент может очень сильно обидеть я это очень все на свой счет лично воспринимал вот но в итоге разум возобладал и я понял что люди бывают разные и они не виноваты что они такие вот их нужно ценить и любить какие бы они не были спасибо так следующий вопрос ко мне что значит легко выполаскивается как это проверить легко выполаскивается это означает то что ковер остается чистым и не остается именно моющие средства на ковре проверить это очень легко и просто когда вы прополоскали ковер и он еще влажный провели рукой и рука остается чистой не остается вот эта мылкость на руках липкости липкость да и следующий вопрос по поводу ополаскивателя невада ринза нельзя использовать на шелке потому что на шелке и вискозе рекомендуется использовать кондиционирование так как при использовании кислотного ополаскивателя возможно данные изделия станут жесткими только из-за этого вот я по вискозе скажу из личного опыта то есть тут следует понимать еще один такой момент вискоза которая на мебели да как материал для мебели и вискоза для ковров ковровая вискоза скажем так они немножко отличаются высотой ворса и выделкой самой самой ткани если кислотным ополаскивателем пройтись скажем по мебели вообще на самом деле вискозу которая на мебели это обычно из таких материалов делается мебель довольно недешевая вот и водой чтобы понимание было вискозу нельзя очистить именно непосредственно почему потому что волокна вискоза имеют свойство увеличиваться при намокании увеличиваться в объеме но при высыхании они не восстанавливаются и можно просто-напросто попасть на перетяжку мебели на раз-два вот с коврами немножко проще если ковер получается сполоснуть вес кислотным ополаскивателем да это нейтрализует остатки хорошо уберет желтизну но как уже выше было сказано будет небольшая жесткость вот избавиться от этого варианта можно но очень трудоемко и как правило стоимость чистки таких изделий очень большая для сравнения если я говорил вот у меня один квадратный метр идет сейчас одну секундочку один квадратный метр идет 200 рублей России то вискозный ковер у меня стоит 400-500 рублей России в зависимости от высоты ворса вискоза сама очень низкий ворс имеет но чем выше тем соответственно дороже и на первых этапах я вообще как бы не рекомендовал браться за вискозу как говорил Тарас Дударь лучше не заработать чем попасть на деньги поэтому следует как бы к этому прислушаться если вы не знаете как что делать не стоит экспериментировать потому что цена ошибки очень велика спасибо так какая цена стирки ковра в полноценном цехе отвечали на этот вопрос по-моему нет так еще раз какой вопрос какая цена стирки ковра в полноценном цехе я отвечал 200 рублей России если короткий ворс да короткий лохматый немножко подороже там до 300 350 рублей доходит про факел и форсунки отвечали так также задавали вопрос много ли людей имеют ковры отличный вопрос я зачастую когда просто встречаюсь с людьми говорю вот у меня есть бизнес если надо я говорю могу ковры почистить и часто слышу ковры сейчас не модно на что я говорю ответ очень простой странно если это не модно тогда почему открываются магазины по продаже ковров их все больше и больше вот на самом деле сейчас ковры это тут нужно понимать вообще для чего ковры нужны и где они у нас используются они используются только по двум направлениям первый момент это как придание интерьеру дизайна определенного и второй вариант это для удобства для того чтобы приятно было находиться в помещении ведь в помещении где лежит ковер всегда приятно находиться особенно если там ковер этот чистый и хорошего качества вот на самом деле ковры к нам пришли с востока а как вы знаете на востоке тепло холода нету они были изначально созданы для того чтобы собирать пыль пыль и песок вот когда вы ходите по ковру на ковре создается статическое электричество и соответственно ковер тянет на себя всю эту пыль поэтому есть и понимание такого что ковры называют пылесборниками это их прямое назначение и вот если вы находитесь в помещении и видите что в помещении летают блесточки такие на солнышке вот это мелкодисперсная пыль это аналог стеклянной пыли которая из легких не выветривается это говорит о том что коврик надо уже чистить так следующий вопрос так Виталий спасибо за комплимент меня зовут Надежда так не лучше ли тест полоски пользоваться руками не трогать смотрите тест полоски показывает у нас щелочность но также у нас имеются в моющих средствах павы которые щелочность в принципе могут показать и нейтральным но если павы остались на поверхности то мылкой остается и проверить тест полосками это к сожалению не получится поэтому самый эффективный способ вымылось средство и нет ли его это потрогать руками и пощупать так и следующий вопрос сколько у вас работников в цехе в цеху смотрите у меня конкретно у меня работает один человек я вместе с ним работаю и водитель работает на своем личном транспорте вот вообще по правилам что в цеху должно работать на станке два работника если это ротор и центрифуга это два работника как минимум вот почему потому что как правило одну смену один стирает второй отжимает и носит ковры в сушильной камере и доводит их до ума скажем так второй день они уже меняются либо распределяется все по дням один день работает один работник другой день другой спасибо так вопросов больше нет я думаю можно завершать спасибо всем кто участвовал также очень большая просьба я вам ответным письмом отправлю ссылку на опрос и ждем вашей обратной связи так запись напоминаю будет и отправим скорее всего в понедельник всем на почту кто зарегистрировался Александр спасибо большое за вебинар было очень познавательно я думаю те кто слушал было полезно спасибо большое спасибо всем до свидания всем до свидания всем до свидания